всем привет вот мое новое видео мастер-класс брошь елочка прежде чем мы приступим ставим лайки подписываемся на этот канал и жмем на колокольчик прежде всего начнем с того что нам нужен небольшой эскиз вы можете использовать тот что я оставлю под этим видео в описании также нам понадобятся бусины различного диаметра и расцветок и фетр любой жесткости у меня мягкий фетр темно-зеленого цвета запяливаем фетр и при помощи выкройки наносим рисунок на его поверхность также я подобрала в тон фетру темно-зеленую нитку мулине и тоненькую иголочку начинаем с того что прошиваем нашу елку имитируем еловые иголочки располагаем стежки таким образом чтобы они складывались в уголке то есть еловые лапки не забываем что у елочки есть основание ствол мы делаем из коричневых ниток мулины также используем жесткую золотую канитель прежде чем ее применить мы ее растягиваем и начинаем пришивать по контуру нашей елочки таким образом мы ее очерчиваем пришиваете вы мононитью леской что вам больше нравится острые уголки мы формируем при помощи самого чудесного инструмента под названием ноготи аккуратно обрезаем канитель и сопоставляем концы таким образом чтобы они не были заметны и подшиваем опять-таки леской далее мы используем вот такую жесткую канитель она упругая жесткость у нее средняя диаметр 1,8 миллиметра я нашла такую совсем случайно она мне очень понравилась давно лежала ну и наконец ее час настал мы ее также немножечко подрастягиваем но главное не перестараться аккуратно с нежностью нам необходимо сделать несколько таких кусочков сейчас увидите зачем мы будем использовать эту канитель в качестве украшения елки имитируя гирлянды пришивать советую снизу ну по крайней мере мне так было удобней и пришивайте не ровно горизонтально а немножечко с изгибом как будто гирлянда уходит вверх ну как бы обматывая елку по кругу если кончики канители вас смущают тем что они торчат обязательно их обрезайте и таким образом одна за другой кусочки канители мы пришиваем к елочке и добираемся до самого верха пришивайте кстати говоря также с помощью лески или мононитки далее начинается самое интересное мы начинаем пришивать бусины в данном случае бусинки имитируют еловые игрушки я взяла бусины различных цветов между собой на мой взгляд они все довольно неплохо сочетаются располагайте их в хаотичном порядке главное чтобы вам нравилось как это выглядит далее достаем нашу заготовочку и вырезаем ее или просто выпендриваемся как это делаю я помимо этого нам понадобится плотный каркас я вырезаю его из картона на основу из фетра мы наносим жидкий клей не термо клей именно жидкий я решила попробовать можно использовать также термо клей но мне стало интересно что из себя представляет брошь которая сделана с помощью такого клея далее на куски фетра мы вырезаем еще одну заготовку и подгоняем ее под размер лицевой стороны броши чтобы фетр не скользил я рекомендую вам прикрепить его иголочкой обрезать края и рекомендую при помощи ножниц закругленным концом все елочка уехала теперь настал черед булавки чтобы закрепить ее нам надо на второй кусочек фетра нанести разметку и сделать небольшие надрезы чтобы вставить туда собственно саму булавку выбирайте булавку исходя из того какого цвета вы используете канитель то есть если канитель золотая следовательно булавочка должна быть тоже золотая а ну да иногда у меня случаются аварии наверное у вас это происходит тоже вы эту боль очень часто явно прочувствовали душа поэта не выдержала но взялась за термопистолет первый раз я прошила края броши при помощи бисера но потом пришла к выводу что я не хочу его здесь видеть я хочу видеть что-то новенькое поэтому предлагаю вам использовать просто нитки мулине при помощи ниток мулине того же цвета что и елочка мы обшиваем край броши делаем это частыми мелкими стежками и никаких проблем держаться будет отлично прячете конец нитки в самой броши можете сделать это где-то с краю ну чтобы это было таким потайным образом все чудесная брошь готова можно дарить можно носить можно продать всем спасибо рада что вы смотрите мои мастер-классы подписывайтесь очень приятно что вы меня поддерживаете продолжайте в том же духе это очень важно для меня ждите новых мастер-классов спасибо